Всем привет ребят, с вами тратресурсмегаобзор.ком, я очень рад вас видеть и сегодня у меня для вас очередная новинка, это клавиатура Logitech G410 Atlas Spectrum. Эта клавиатура относится к редкому формату, это TKL, у неё полностью отсутствует цифровой блок, соответственно она компактный. Игровой клавиатуры с такими габаритами на самом деле не так много, я думаю этот обзор будет интересен и вам. Её анонс прошёл в конце октября прошлого года, сейчас она доступна за 10 тысяч рублей. Ещё одним интересной особенностью этой клавиатуры является использованный переключатель ROM RG. Поставляясь клавиатурой в компактной упаковке, здесь предназначена общая техническая информация и данные по технологии RX Control, о ней я расскажу далее. Комплектация ограничена, здесь только техническая документация. Но как я говорил выше, Logitech G410 лишена цифрового блока, за счёт этого сократили габариты. 39 у неё длина и 18,5 см ширина. При этом, как и полагается для головой клавиатуры, весит она много, но по сравнению с своими старшими собратьями, здесь всего 830 грамм, при обычном весе в 1,5 килограмма. Но этого веса вполне достаточно для устойчивого положения. Судя по всему, дизайнеры G-серии у Logitech вдохновляются чертежами космических кораблей. Выглядит клавиатура футуристично и эффектно. В основе конструкции используется пластик. Основная площадь выполнена с матовым покрытием, нет проблем с загрязнением цветами пальцев. Есть небольшие вставки глянца по краям. Корпус асимметричный. Небольшая выступающая часть выполняет роль подставки под запястье левой руки. Здесь красуется неподсвечимая надпись с названием модели. Левее находится прорезь для удобной транспортировки. Как и у старшей модели, сохранена выдвижная подставка под смартфон. Пригодится она не только для работы с приложением RX Control, но и просто как подставка для смартфона. Причем здесь ее можно полностью снять и использовать как подставка для телефона, остановив ее на рабочем столе. Logitech G410 получила полный набор клавиш. Есть полноразмерный Enter, удлиненный Shift. Отдельного блока с макро клавишами меди клавиши здесь нет. Управление плеером совмещено с блоком F1 и F12. В верхнем правом углу вынесена пара светодиодных индикаторов. Здесь же кнопка активации игрового режима. Его вы тоже можете настроить, заблокировав нужные клавиши. И можно отключить или включить подсветку. Еще одним преимуществом этой клавиатуры является полностью настраиваемая ржевая подсветка. Как и ожидалось, кирилль селатинеца у этих переключателей подсвечивается равномерно, в отличие от клавиатур конкурентов, выполненных на переключателях Cherry и Kyle. Символы нанесены с помощью лазерной гравировки. Есть два положения относительно рабочего стола. Выбрать их и отрегулировать можно с помощью выдвижных ножек. И на ножках, и на нижней поверхности есть резиновые вставки для устойчивого положения. Подключают клавиатуру с помощью кабеля длиной 1,8 метра. К сожалению, здесь не искали использовать тканевую оплетку. Сборка у клавиатуры отличная. Используют переключатели Logitech Romer G. Они имеют собственную оригинальную конструкцию, сил нажатия здесь 45G, длина хода 1,5 мм. По ощущениям, они наиболее близки с переключателем Cherry MX Brown. Соответственно, эти переключатели позволяют комфортно играть и набирать текст. В отличие от старшей клавиатуры, которая у нас тоже была на текстах, здесь не стали использовать боковые утолщения на кнопках. За счет этого стало проще перемещаться по кнопкам, то есть вы можете не только играть, но и печатать. Используется единый центр управления Gaming Software. Он объединяет всю периферию этого производителя. Здесь, соответственно, доступны настройки отдельных клавиш. Есть пресет настройки для популярных игр. Отдельная вкладка для настройки подсветки. Тут режимы динамической изменения цвета, статичный цвет. Плюс вы можете отключить подсветку на отдельных кнопках. Цвет собирается из палитры RGB. Не забытый сбор статистики. Пригодится для эффектного распределения кнопок. Теперь о той самой технологии RX Control. Если вы не видели обзор старшей клавиатуры, напомню, эта клавиатура умеет соединяться с мобильным устройством. Вы устанавливаете приложение бесплатное, это RX Control. И если устройство находится в одной сети, вы можете получать данные с клавиатуры. Клавиатура передает данные по макросам, по нагрузке процессора, видеокарты и памяти. Плюс в этом случае смартфон может выступать в роли дистанционного пульта управления. Можете плавать плеером или какими-то общими настройками. Но пока не доработан раздел Games. В идеале он будет выводить информацию с игр, например, полоски здоровья, какие-то карты, быстрые функции, например, спидометры в гоночных симуляторах. Но, к сожалению, пока таких игр в моем списке нет. На теле клавиатура показала себя очень хорошо, с ней действительно хорошо и удобно играть. И что самое главное, это клавиатуру можно печатать. Печататель обзора этой клавиатуры набирался именно на этой клавиатуре, как бы глупо звучит. Приключатели Romer G мне нравятся. Во-первых, они не требуют больших усилий, есть хорошая отзывчивость, и в ночное время их практически не слышно. По-моему, это одни из самых лучших механических приключателей на сегодняшний день. Если подводить итоги, то у Logitech G410 Atlas Spectrum клавиатура очень интересная. При своих компактных габаритах она представляет возможности старших моделей. Здесь и продвинутая программа обеспечения, и возможность вывода информации на мобильное устройство, и отличная сборка, и эффектный внешний вид. С удовольствием обсужу с вами Logitech G410 в комментариях, ребят. Подписывайтесь на наш канал. Всем хороших выходных. Спасибо за внимание и пока-пока. Подписывайтесь на наш канал.